Всех приветствую! В ближайшие минуты о главных событиях. Танцевальный дуэт Елизавета Пасечник и Максим Некрасов распался. Об этом сообщила Федерация фигурного катания России. Танцевальная пара Елизавета Пасечник и Максим Некрасов не примет участия в контрольных прокатах в Мегаспорте. Дуэт прекратил совместные выступления по обоюдному решению партнёров, говорится в сообщении Федерации фигурного катания России. Ученики Алексея Горшкова начали совместные выступления в апреле 2022 года. До этого Некрасов с 2015 года выступал в паре с Ариной Ушаковой. Пара неоднократно становилась призёрами и победителями международных соревнований. Елизавета Пасечник тренировалась с Некрасовым в одной группе. После распада пары Некрасов-Ушакова быстро образовалась новая пара. Журналист Владислав Жуков сообщил, что Василиса Кагановская и Максим Некрасов начнут выступать вместе. Максим Некрасов станет в пару с Василисой Кагановской. Теперь, думаю, уже можно это озвучить. «Поздравляю новую пару, но не могу не отметить, как же жаль Елизавету и Дарию Черезана, который приехал таки в Москву для проб с Василисой, но в итоге сотрудничества так и не случилось», — написал журналист. Теперь один из главных вопросов, будут ли Валерий Ангелопол и Елизавета Пасечник образовывать новый дуэт. Татьяна Тарасова заявила, что дуэт Пасечник и Некрасов ничем ей не запомнился. «Они мне ничем не запомнились. Если бы мне запомнились, они бы не распались», — сказала Тарасова. Напомню, на чемпионате России 2023 года Пасечник и Некрасов завоевали бронзу. Бывшая фигуристка Анастасия Скобцова, выступавшая в дуэте с Кириллом Алешином, рассказала, как отношения в дуэте влияют на результат. В детстве очень велика роль семьи. Мои родители, например, по-прежнему общаются с родителями Кирилла, хотя мы уже завершили спортивную карьеру. А были истории, когда хорошие пары распадались только из-за того, что мамам не удавалось найти общий язык. Вообще, главное в танце — хорошее взаимоотношение с партнером. Вы можете быть божественны на льду, но если не ладите между собой, будет очень сложно добиться результата. Можно быть не самыми талантливыми, но работать не покладая рук, и результат будет выше. Это наша история с Кириллом. Мы были очень дружными и трудолюбивыми. Знаю примеры, когда пары остро конфликтовали, но при этом добивались выдающихся результатов. Но это подразумевает огромную работу тренера. Удержать вместе пару, которая не ладит между собой, — это уникальный тренерский опыт. Такое удается единицам, — говорит Скопцова. Также она рассказала о распределении расходов в дуэте. Как только ты попадаешь в сборную, почти все затраты берет на себя федерация. До этого уровня мы, конечно, все оплачивали. Коньки, лезвия, костюмы, поездки на соревнования, приглашенных специалистов. Все затраты с Кириллом делили пополам. Если ехали на соревнования, то каждый, естественно, платил сам за себя. Между нами не было никаких контрактов. Все понимают, что мы пара, у нас общие результаты, если для его достижения требуются затраты, мы их поделим. Знаю, что бывают сложности, когда семьи у партнеров с разным достатком. Кто-то может себе позволить эти затраты, а кто-то нет. Но в таком случае обычно урезают общие расходы пары. Нет такого, что один партнер платит за другого. По крайней мере, мне такие примеры не встречались. Если пара получает призовые, они также делятся поровну между партнерами за вычетом определенного процента тренеру. Но это уже индивидуальная договоренность с тренером. В каждой группе своя, рассказала Скопцова. Алена Косторная объяснила причину перехода из одиночного катания в парное. У спортсменки узнали, было ли сложно справиться с тем, что год назад, встав пару с Георгием Куницей, она перешла из состояния одиночницы, которая умеет на льду все, в состояние фигуристки, которая не умеет в парном катании почти ничего. После того, как у меня случилась проблема с ногой, я ведь и в одиночном катании опустилась до состояния, в котором ничего не могу толком показать. Не потому, что не умею, а просто не позволяла травма. Поэтому «не могу там» и «не могу здесь» были примерно равными. Просто в парном катании у меня просматривались определенные шансы на то, чтобы как-то вытянуть себя из этого состояния беспомощности. В одиночном же даже вылечив ногу, я вряд ли бы сумела бы собрать конкурентоспособный контент произвольной программы, а не такой, чтобы занимать с ним 20-30 места. Разница между одиночным и парным видами с точки зрения работы мышц очень велика. Сначала от поддержек и от непривычных хватов у меня очень сильно болели руки, особенно возле локтей. Они до сих пор болят на самом деле, но значительно меньше. А вот когда мы только начинали с Гоши учить парные элементы, и соответственно те же поддержки приходилось повторять много раз, было очень больно, приходилось постоянно терпеть. Плюс парного катания в том, что сейчас в наших программах есть места, где я реально могу отдохнуть. В тех же поддержках, которые требуют большей частью статичного положения. Я по факту почти ничего не делаю. Наиболее сложно мне дается свечка, которая у нас в короткой программе стоит. Вот там приходится и равновесие держать, и постоянно контролировать, как согнуться, разогнуться, сделать все это так, чтобы не нарушить баланс. Бывают дни, когда я понимаю, что никаких прокатов не будет, настолько неуверенно себя чувствую. А бывает, что вроде и не планируешь произвольную целиком катать, но самочувствие вполне позволяет. Вот в такие дни у нас прокат может спонтанно получиться. Должна сказать, что тренеры к нашим ощущениям очень прислушиваются. Периодически Сергей Сергеевич Росляков даже говорит, что мы слишком много катаем. Дело в том, что я привыкла делать много прокатов еще когда была одиночницей. Привыкла, что утром может быть прокат короткой, вечером произвольный, что еще 25 раз тебя могут заставить какие-то куски перекатать. В парном катании такого, конечно же, нет, рассказала Косторная. Этери Тутберидзе увиделось с венгерским хореографом Адамом Соля и тренером Вальтером Ритца. Ритца – бывший фигурист и тренер, отец итальянского спортсмена Матео Ритцо. Судя по всему, встреча произошла на турнире Ломбардия Трофи в Италии. А вот бывший ученик Тутберидзе, итальянский фигурист Даниэль Грассель, который пропустил эти соревнования, отрицает, что нарушил антидопинговые правила. Накануне появилась информация, что фигурист допустил три пропуска допинг-тестов. «Я не в курсе этой новости. Мне было трудно жить в Москве одному, но я ничего не знаю об антидопинговом нарушении. Эта новость неправда. Я все еще катаюсь. Если бы меня дисквалифицировали, я бы не смог этого делать. Но я должен уточнить, у своего менеджера так ли это расходит, такие слухи», сказал Грассель, несмотря на то, что даже национальная антидопинговая организация Италии уже подтвердила, что спортсмен действительно допустил три пропуска допинг-тестов. На фоне того, что Грассель отрицает нарушение антидопинговых правил, фигурист снимается с турнира за турниром. Сначала его имя исчезло из списка участников соревнований «Ломбардия Трофи», а теперь он снялся из турнира «Нобельхорн Трофи». Соревнования пройдут с 20 по 23 сентября. Грассель был заявлен, однако сейчас его имя исчезло из списков. Напомню, ранее фигурист объявил, что покинут группу «Этери» Тутберидзе, где тренировался с января и вернулся в Италию. Приключения Александры Трусовой в Мексике подошли к концу. Зарубежные болельщики раскупили все билеты навстречу Саше, а на ее мастер-классы приехали фигуристы из нескольких стран. В Мексике понимали, приехала спортивная легенда, поэтому хотели устроить достойный прием. В 6 по 10 сентября Трусова проводила мастер-класс и презентовала книгу-биографию на испанском языке, но самым важным событием стала гала-шоу, на котором Александра выступила с олимпийской произвольной программой. Перед этим она прошлась по красной дорожке в желтом костюме. В момент выхода спортсменки на лед трибуны было не остановить, ликование публики зашкаливало. В этот раз зрители не увидели пяти квадов в произвольной программе. Саша сделала три прыжка – два тройных лутца и двойной аксель. С прыжками Трусова справилась, все приземлило. После финала программы зрители вновь обрушились аплодисментами. Поклонники уверены, Александра Трусова заслужила такой приземлил. И такую народную любовь своим талантом, упорством, мастерством и тем, что благодаря ей фигурное катание прогрессировало. И даже отсутствие золота Олимпиады не способно это затмить. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках и высказывайте свое мнение в комментариях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok